И здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать на новое видео по F1 2019. И сегодня у нас прорываемся за Себастьяна Феттеля в Бразилии. Last two challenge, снова Монако у нас не было, потому что... Я скажу вам честно, я делал две попытки, чтобы проехать это грёбанное Монако с последней позиции на этой неповоротливой Феррари. Но в обоих случаях на пятнадцатом круге я сгорал и выключал игру. Короче, ладно, Монако у нас нету, есть Бразилия, сегодня у нас среда. Сегодня это видео должно выйти, ну и сегодня будет первая такая пристрелочная гонка ОРЛ, ну а завтра будет финальный этап основного чемпионата. Я там, скорее всего, буду вторым уже в личном досчёте, она почти ничего не решает. Но это уже будет в ролике с ОРЛ. А сейчас у нас last two challenge с последней позиции за Феттеля, попытаемся что-то сделать. Но, кстати, это видео записано ещё на прошлой неделе, я думал, что мы как бы на прошлой неделе ещё завершим чемпионат, но у нас перенесли этап, но, впрочем, это будет уже в ролике по ОРЛ. На первом ряду у нас два Мерседеса, Льюис Хэмптон и Вальд Реботос. Дальше у нас расположились Шарли Клер, Макс Верстаппен, Алекс Салбон, Серхио Перес, Ники Кюлькенберг, Карл Сайнс, Даниэль Риккердо и Кевин Маклсон замыкают топ-десятку. Я последний. Будем как-то пытаться не разбить крыло на первом круге, это самое важное. В Изгрязи Князи, кстати, крыло у нас пострадало достаточно сильно, надеюсь, что тут это будет не так уж нам больно. Мне предлагают стартовать с харда, я такой типа, а, ну да, до связи, пацаны. Я выбираю стратегию софт-медиум, потому что буду стартовать с софта, потому что тут квалификация на софте, в принципе, ничего особенного. Тактика в один пит-стоп, софт-медиум спокойно доезжает без каких-либо проблем. Сливаем просто топливо и отправляемся стартовать, собственно говоря, настройки я не покажу, потому что, пожалуйста, не надо больше таких настроек загружать, не повторяйте моих ошибок, потому что у меня их тупо нет. Ладно, всё, отправляемся стартовать, ну и погнали. Гас на ней стартует Греан, превратили Систра Вас в своих мест. Я, ну, стартовал лучше Вильямса, фото радует, пытаюсь давить в первый поворот. Мы заходим в него бок о бок со стролом, ну как бы да. Он меня выпихивает нахер, типа, меня там нету. Я, типа, ну да, ну да, здорово, созвонимся, наберёшь и так далее. Короче, ладно. Дальше у нас Живинацис, Тролл, Тророса. Все они отлетают на торможении к четвёртому, получается, повороту. Но Квиад как-то пытается меня обогнать обратно. Хоть я его по внешней траектории прошёл, но всё-таки потом я завершил обгон. Говорю какую-то дичь, не знаю почему. Короче, ладно. Четырнадцатая позиция перед мной Кими Райкенем. Боты очень медленные в этой части трассы. И тут, кстати, достаточно опасно атаковать, потому что они тупо закрывают себе траекторию. Я-то знаю, потому что с ботами прокатался половину формулы. Ну, а передо мной бок о бок в последнем повороте бодаются Хас и Бакларен вроде. Ну, и я пытаюсь этим пользоваться, что они едут так медленно. Подрубаю все режимы и пытаюсь пройти Кими Райкенем. Передо мной уже Норрис, опять-таки борьба. Прохожу Кими передо мной. Опять-таки, я чуть не сломал крыло. Чуть не сломал крыло, опять-таки. Продолжаем гнаться за Норрисом, чтобы его как-то пройти. Но пока что повтор-старт, потому что, да, чуть не забыл в сайт повтор-старт и все дела. Два Мерседеса у нас бодались почти весь круг бок о бок. Когда позади них все уже сформировались в один большой паровозик, они продолжали бодаться бок о бок. И их ничего не останавливало. Ну, как бы Ботас поначалу вышел в лидеры. Потом его начал обгонять Льюз Хэмилтон. Но Ботас не так уж и прост, как кажется. И по внешней траектории он смог удержаться в правом затяжном повороте. Очень долго не мог найти нормальную, адекватную камеру. Спасибо данной прекрасной игре. Мне пришлось ставить фокус на Макса Ферстаппена. Ну и наконец-то они разобрались почти к концу второго сектора. И все-таки Вальтери Ботас вышел в лидеры. Второй круг я атакую Ланда Норриса. Перед ним опять-таки борьба. У нас кто-то из этой борьбы уже отъехал куда-то вперед. Я 13-й Льюз Хэмилтон. И Вальтер Ботас отъезжает тупо от всех. Потому что, ну, у Мерседеса здесь адский темп. Не то что у Феррари. Феррари тут еще как-то не едет, я это заметил. Чуть опять-таки не сломал крыло. Передо мной два Хаса. Кстати, у Грошана вроде даже сломано крыло. Пытаюсь атаковать с Кевином Магнусона. Подъезжаю к нему достаточно близко. И да, они тормозят достаточно рано. Открывается калитка внутри. Я спокойно сюда влезаю. Но Магнусон решает, что меня внутри нету. Чуть мы не убиваемся. Тут полностью вина Магнусона. Потому что, ну, мы уже ехали бок о бок. И как бы установлено. Пилоты боролись за позицию. Посмотрим это с камерой трансляции. Классный, да, это на самом деле. Это было очень красиво с блокировочкой. Но мне это напомнило, как в онборде у меня был контакт с Кириллом Медниковым. Только в данной ситуации так же я оказался внутри. Но у нас все было не так серьезно. Потому что Кирилл там не оставлял места. Да, контакт был. Но не такой уж серьезный, как он казался с первого раза. В конце третьего круга я догнал Романа Граждан из Дореса. Его прошел без каких-либо проблем. Поехал уже за Карлосом Сайенсом. Ну и через 10 кругов уже начнутся первые пидстопы. Сайенс на шестом круге. Я его догнал, вышел достаточно хорошо напрямую. Подрубил даже не все режимы. Открыв ДРС, я его спокойно по внутренней траектории прошел. И передо мной уже Дэн Риккярда, которого тоже надо по-хорошему уже проходить. Да и внутрь достаточно красивый. Я даже еще и на траекторию попал. Проехали бок о бок с Дэном, но все-таки у него не получилось. Отстоять свою позицию, я поехал дальше. Природная уже Ника Хелькенберг, который опять-таки отлетает у нас на прямой. Я его спокойненько прохожу. Передо мной уже Серхио Перец, которого я уже на прямой после секции СНС буду уже проходить. Но у меня получается достаточно плохой выход напрямую. Из-за этого ничего у меня не получилось. На восьмом круге Перец решил защищаться, из-за чего он ехал мега медленно. Я думал, сейчас сломаю крыло. Ух, как будет классно, но слава богу, все обошлось. По внутренней траектории пытаюсь его пройти. Все это у меня получается. Закрываю калиточку, думаю, сейчас как спокойненько проеду. Ничего особенного не будет. Но Перец... Перец вообще начал меня проходить. Он подрубил все режимы, видимо. Я такой, типа, на Рафлан лице еду, ничего не ожидаю, а Перец решил давить внутрь. Причем еще так по-свински, что меня просто выпихнул за пределы трассы. Это типа, а, ну да, до свидания, малыш Перец, я тебя ненавижу. Ну, я его нафиг просто отодвинул, можно так сказать, с трассы. Ну и поехал дальше. На двенадцатом круге Леклер заезжает за новым софтом. Тактика Феррари в деле. Он едет на два пидстопа в Бразилии. Дальше у нас продолжаются пидстопы. У нас Хэмильтон заехал на Хард. Еще кто-то с ним. Ну и на пятнадцатом круге я заезжаю, чтобы одеть себе Медиум. Передной Ботас одевает Хард. Это только Албан у нас догадался одеть Медиум из нашей топ-шестерки. Все остальные либо на два пидстопа, как Леклер, либо на Хард до конца. А Хард тут это прям мега печальный комплект, я вам так скажу. Ну и выезжаю я на, кстати, на позиции под номером вроде семь или восемь. Я не помню на самом деле, потому что ехал это я на прошлой неделе. Но судя по мини-карте, я выйду на позиции под номером семь. Чуть не сломал крыло на выезде из спидлейна. Лайк за гениальный выезд из спидта в Бразилию. Ну и на семнадцатом круге Перед заезжает за Медиум. Наконец-то я выхожу на шестую позицию. На восемнадцатом круге догонял Албана, который, повторюсь, единственный был на Медиум из топ-6. И с помощью ДРС по внешней траектории я пытаюсь его пройти. Хорошо вышел из поворота, даже режима не стал подрубать. Проехали мы бок о бок, но у меня внутренняя траектория, траектория выигрышная. Но я поначалу, кстати, думала, что он сейчас меня пройдет как бота с Хэмильтона, но все-таки он притормозил на мигшей траектории, что мне достаточно помогло. На двадцатом круге я догнал Макса Ферстаппина, он достаточно медленно ехал на прямой. И по внешней траектории я пытался его пройти, но пролетел точку торможения, к сожалению. И попытка атаки не получилась. Дальше Шарль Леглера у нас там воюет с двумя Мерседесами на своем софте, который уже достаточно сильно подубит, но у него еще целый пидстоп впереди. Все-таки прошел Макса, заблокировал покрышку, думал, сейчас у меня как перес пройдет, но скорости у него адски не хватает на прямой, и я даже без ДРС отъезжаю от него. Дальше на двадцатом круге у нас Леглер сворачивает на пидстоп, я выхожу на третью позицию, и после этого единственное, что я смог, это немного сократить разрыв до Вальтери Ботса, который бы воевал с Льюисом Хэмильтоном. Да, Ботас побеждает как бы у нас на гран-при, у меня еще и ДРС сломался на последнем круге. Ну а Хэмильтон в своем любимом стиле на самой изношенной, наверное, резине Хард ставит лучший круг под конец на последнем круге, где-то я это уже видел. Не удивлюсь, если он орал по радио Боно Майтарс Ган, потому что, ну, это классика для Хэмильтона. Короче, ладно, побеждает у нас Вальтери Ботса, у нас Льюис Хэмильтон, дубль Мерседеса, они были слишком быстрые на этом этапе, даже учитывая то, что они боролись, я к ним подъезжал не так уж и быстро. И только третьим доезжаю я. Ландонор из 12-й нам его показывают. Ну и, в принципе, Ласту Челлендж на этот раз не удался, не смог я победить. Это было бы, кстати, достаточно сложно сделать, потому что, опять-таки повторюсь, тут слишком большая разница по скорости между Болидом Мерседес и Болидом Феррари. Да, они были на Харзе, это мне помогало, я хоть немного, но приближался, но этого было и недостаточно. Я не знаю, что было бы, если бы еще 110-е боты стояли, б я, наверное, еле б шестым доехал бы. Ну, а так, ладно. У нас по результатам гонки, в принципе, подиум мы знаем, это два Мерседеса и Сюбастян Фетталь, дальше у нас Макс Верстаппе Шарльфер с двумя пидстопами, который все-таки прошел, Лалбана, дальше у нас Серхио Пересника, Хюлькенберг, Карл Сайнц и Роман Грожан замыкает ту десятку. Ну и, в принципе, на этом я могу заканчивать. Всем огромное спасибо за просмотр СВАЭМ, был Андрюха Рейс и увидимся на ролике Пауэрэлла. Всем пока и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok